Болгарский культурный центр И чаще, чем я, вы, остаемся за кадром И не знаю, что вы тоже присутствуете на тех выставках, мероприятиях, культурных значений, в которых бываю я Но, тем не менее, сегодня вы не просто гость, вы не просто, скажем так, работу какую-то выполняете Вы еще и призер И не просто так, а я знаю, что у вас такая приятная новость И в первый раз взяли гран-при Да, и, как говорится, не случайно мы встали именно на фоне Вернее, так скажем, рядом с этой работой, собственно, за которую вас и призовали Я так понимаю, гардеробщик носит название работы Расскажите, пожалуйста, вот что вы такого сделали, чтобы получить гран-при? Ну, скажем так, специально никогда ничего не происходит Вот ты думаешь, надо получить гран-при, бегаешь по городу, что-то ищешь, выискиваешь И, в конце концов, даже не получаешь диплом Сколько раз такое было уже Работа получилась неожиданно, как многие работы Я сотрудничаю с музеем художественным одесским, как фотограф Это новый гардероб, мне понравился ритм вешалок, я начал их фотографировать Ну, и неожиданно появился характерный человек Он очень вписался в композицию, я сделал такой кадр Кадр построен на формах, на контрасте И привлек внимание жюри Вот таким образом родилась такая работа Получила гран-при Я понял, смотрите, вы профессионал, мы все лишь учимся снимать И снимаем в основном на телефон Но вы, конечно же, иной случай Вот просто расскажите мне, вот как правильно строить эту фотографию Потому что, может быть, я, не знаючи, посмотрел бы на этого милого человека Который сидит нам с затылком Скал бы, что он, допустим, портит фотографию Вы же решили иначе, почему? Нет, он помогает, потому что форма, свет, округлости, оно все работает И когда ты видишь, что есть картинка, она складывается Это уже складывается, она в мозгу в первую очередь Потому что это опыт, это со временем приходит То есть ты кидаешь взгляд, и ты уже знаешь, что это надо снимать И знаешь, в каком месте должна быть эта голова, в каком месте должно быть пальто То есть оно сразу складывается И ты сразу занимаешь правильную позицию и делаешь кадр А вот дайте пару советов все-таки начинающим фотохудожникам Вот с чего следует начать? Ну, значит, нужно, во-первых, начинающим фотохудожникам Кроме всевозможных фотошкол, которые не могут заканчивать Ходить на выставки, общаться с коллегами Читать литературу, смотреть живопись, графику Это все добавляет по крупиночкам Фотографическое видение складывается в результате Другой вопрос, который мучает меня и, наверное, уже телезрители Женщина вернулась за своей курткой? Думаю, что да Потому что ее через некоторое время там не было Сергей, вы как один из организаторов Достопочтенных организаторов данного конкурса Данной фотовыставки Скажите мне такую вещь Почему все-таки преобладают мужские имена среди конкурсантов? Это неправда Год на год не похож Мы уже 15 лет занимаемся этим конкурсом И каждый год абсолютно разные работы Разные направления, разные жюри и разные имена Все-таки у нас больше кого? Мужчин или женщин? Так, если брать разрез, такой делай Вы знаете, был какой-то год, когда в номинантах на почетные дипломы и призы были одни женщины Были одни женщины И работа из женщин отличается? Все-таки женский взгляд фотографически отличается от мужского? Можно ли это увидеть, не зная имени художника? Не всегда это возможно видеть, но иногда ты смотришь на очень тонкую работу и понимаешь, что ее сделала женщина Потом уже, когда открывается автор, да, действительно, это женская работа Хорошо, а скажите мне такое, все-таки уже сколько? 15 лет, я так понимаю? 15-й конкурс Это замечательно, круглая дата Все-таки, какой итог можете подвести за эти 15 лет, прошедшие этого конкурса? Вы знаете, очень приятно, то, что появляются новые люди Люди снимают некоторые одну и ту же свою тему и развиваются в ней Некоторые берут другие темы, и они тоже интересны Для нас иногда это бывает вообще загадкой Когда ты видишь, что этот автор уже не первый раз участвовал И не смог угадать его работу, очень хорошую Это всегда радует Особенно радует, когда появляются новые, интересные авторы То есть этот конкурс, он больше призван показать новых людей Если мы занимаемся немножко в статистике Сколько участников приняло, сколько людей приняло участие в данном конкурсе? У нас приблизительно, вот неизменно, идет 60-70 человек Для регионального конкурса, то есть в конкурсе участвуют только одесситы и жители области Это, в принципе, неплохой результат И что еще важно отметить, у нас каждый раз есть участники из области На этом даже конкурсе приехал Павел Он с Кодема, то есть порядка 300 километров Сергей, я вас благодарю, желаю вам удачи Делайте правильное дело И, как говорится, чтобы вас, вы множились Ну и, конечно же, талисман нашего города Один из символов нашего города Борис Бухман, здравствуйте Здравствуйте, что я уже такой старый? Нет Нет, я понимаю, что я старый, я суперстар Нет, просто вас Моя фамилия не талисман, моя фамилия Бухман Нет, ну вы знаете, как люди, вот, суеверные люди кладут вас в карманы иногда, чтобы день удался Но вы, скажите мне другое, никто не умеет так воспевать женскую грудь, как вы И жаль, что она участвует вне конкурса Ну что я могу сделать, понимаете Женская грудь, это начало, то есть Ну, как бы, скажем так, ну, скажем Второе начало Вот, и, конечно, у женщины должна быть тайна Поэтому мы, я сделал эту фотографию силуэтом Чтобы не раскрыть все тайны Оно должно быть такое, знаешь, вот, интимно закрытое Чтобы люди рассматривали Вот вы же не сразу увидели эту фотографию, да То есть вы начали ее рассматривать А потом, ой, это был урок по позированию Который мы делали у нас в фотошколе И, то есть я показывал ученице, как нужно фотографировать Как нужно создавать образы Поэтому родилась эта фотография Скажите мне, пожалуйста, вы, я так понимаю, в жюри Да, я был членом жюри этого конкурса Это было действительно очень интересно Рассматривать фотографии наших мастеров одесских Рассматривать фотографии молодых авторов Это всегда интересно Смотрите, ну, многие из них ваши коллеги, ваши друзья Конечно Насколько вот легко все-таки оценивать друзей? Вы знаете, самое интересное, что организаторы сделали одну правильную вещь Они нам показывали фотографии без фамилии и без названий То есть некоторые фотографии реально мы узнавали Потому что мы это Почерк видели Да, видели почерк Но мы оценивали реально Во-первых, нас было пять человек Мы рассматривали фотографии у каждого свое мнение Кто-то смотрел на техническую часть фотографии Кто-то смотрел на художественную часть Кому-то не нравится композиция То есть мы по-разному оценивали Но консенсус нашли Мы решили сосредоточиться больше на жанре На жарниках, на городских пейзажах Вот на такое больше Чтобы все-таки конкурсы отличались Потому что разные города дают свои отпечатки на фотографии Одесса у нас такая Мама у нас красивая и мама добрая И мама дает фотографии такие же Вот и это тепло передается нашим фотографам, нашим авторам И маму, давайте скажем это на камеру, нужно любить Да, маму нужно любить всегда С утра и до вечера Спасибо вам большое, Борис Спасибо